Практически уже на протяжении года граждане Беларуси вносят свои предложения в изменение Конституции. Брещане одни из самых инициативных в этом плане, отметил руководитель города Александр Рогачук. А сейчас активно обсуждает новый проект главного закона страны. Свою задачу как главы города я вижу в максимальном информировании людей о тех направлениях, которые впервые прозвучали в новой редакции, и тех форматах, которые интересны для восприятия. Конечно, это работа средств массовой информации, но это и площадки, дискуссионные площадки, на которые мы приглашаем ярких, известных уже наших общественных политических деятелей. Я думаю, что эта форма вблизи себя оправдывает. Организационно местная исполнительная власть готова к проведению референдума. Очередная диалоговая площадка прошла в горисполкоме. Спикер – известный белорусский политолог, руководитель круглого стола демократических сил Беларуси, член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский. Круглый стол демократических сил выдвигал свои предложения в Конституцию, и многие из них были учтены. Например, ограничение число сроков президентской каденции. Также возможность президенту назначать уполномоченных по разным сферам тоже было рассмотрено это предложение и имплементировано в текст Конституции. Спектр тем выступления Юрия Воскресенского широкий. Влияние на развитие страны распространения коронавирусной инфекции. События августа 2020-го – сегодняшняя ситуация в Казахстане. Немало к политику вопросов и по проекту новой Конституции. Христианские традиционные ценности, здравоохранение, выдвижение кандидатов, депутаты и не только. Моя оценка этого процесса абсолютно позитивная, потому что есть и преемственность, есть и те инновации, которые впервые прозвучали в новой редакции. Как пожелание, конечно, пятая глава, где говорится о местном управленцовом управлении, на мой взгляд, могла бы быть еще более расширена, добавлена какими-то новыми посылами конституционного уровня. Вместе с тем мы должны четко понимать, что не надо путать Конституцию с положением о работе ЖЭСа. Пообщался Юрий Воскресенский с коллективом Брест-Газоаппарата. Работники предприятия также активно следят за изменениями и дополнениями в главный закон страны. Уверены, такие встречи необходимы для населения. Половина из людей, из нашего населения, обычных, я имею в виду, людей, они, как правило, в правовом поле безграмотны. Ну, а в политическом тем более. И поэтому, когда человек грамотный, понятно излагает и объясняет, это просто необходимо, просто для того, чтобы повышать правовой уровень населения. Обстановка в стране, она как бы меняется постоянно. И поэтому Конституция, когда-то разработанная ранее, она, по идее, должна тоже как бы адаптироваться под это. Почему? Потому что должны учитываться все улучшения те, которые могут быть в жизни граждан. Встречи с населением важны, отмечают специалисты. Много поступает предложений и вопросов. В целом, вариант, который предложен обществу, мне кажется, отвечает на общественный запрос. Но, естественно, это не окончательный текст. И именно поэтому члены Конституционной комиссии ездят по стране, чтобы получить от людей, в том числе те, кто хотели перемен, конкретных предложений. Потому что у нас так часто, знаете, бывает. Перемен хотим, а изложить не можем на бумаге даже один абзац или одно предложение. Ну, поэтому мы поможем изложить эти предложения. Подобные диалоговые площадки будут продолжаться вплоть до референдума ежедневно в разных трудовых коллективах.